всем здравствуйте пока мы собираемся и ждем всех кто сейчас подключится мы с вами познакомимся меня зовут Ольга Ермилова я сегодня девушка которая будет вам вещать который сегодня расскажет вам о том что делать и как научиться сбывать свои мечты но на самом деле на удивление я сегодня выставила опросник и были даже люди которые написали хочешь я раскручу твой аккаунт хочешь 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 короче куда-то делали всех спамников вот сразу начинается сохраните эфир пожалуйста знаете почему потому что вы умненькие знаете что эфирчики у меня клевые поэтому я постараюсь чтобы он был классный и если он будет классный я его сохраню значит я поставила опросник сегодня и как я уже сказала оказалось что люди даже задают вопросы спам куда-то дели спама не было поэтому сегодня будут вопросы мне кажется что достаточно интересные те которые вас интересуют и поэтому название которое я написала оно будет касаться как раз большинства этих вопросов которые мне задавали но есть еще одна хорошая новость если у вас будут по ходу тоже умные вопросы я постараюсь вам на них ответить для того чтобы максимально свою цель реализовать а цель у меня очень простая объяснить и рассказать вам каким образом вы мы вообще все люди с помощью своего мышления создают свою реальность не просто могут создавать а уже сейчас создают потому что все то что вы имеете сегодня это результат ваших мыслей результат того что вы позволили себе иметь результат тех убеждений жизненных которые у вас сформировались и которые по факту и притянули в вашу жизнь с помощью вибраций которые наши мысли имеют энергетически все то что у вас есть поэтому если сегодня вашей жизни все зашибись как круто у вас есть деньги у вас любимый человек у вас есть любимая работа реализация вы большой молодец вы классно мыслите вы впитываете самую лучшую информацию точно так же как если сегодня в отражении зеркала видите красивого человека с красивыми чертами хотел сказать лица тоже с красивыми рельефным телом подтянутого стройного это показатель того что вы питаетесь классно правильно или вам повезло и у вас просто классный обмен веществ если же вы видите человека расплывчивого того такого знаете и вот который не очень нравится это тоже показатель того что вы едите чего-то не то сколько стоит сейчас рерайтер жизни рерайтер жизни сейчас на данный момент базовая версия стоит 100 долларов следующий поток рерайтера жизни будет в августе завтра запускается июльский марафон мы сегодня с вами об этом поговорим потому что в принципе все что я буду сегодня рассказывать это лишь нюансы того что вы можете получить если вы будете работать над своим мышлением а работаю я с вами в своем марафоне рерайтер жизни и позже в продолжении этого марафона в клубе который называется очень просто рерайтерцы поэтому потратьте свое время уделите его инвестируйте его в себя трата времени это сериалы новостей ковыряния в носу инвестиция времени это тогда когда после вы получаете для себя нечто ценное пищи для ума которая непременно рано или поздно прорастет для вас новой реальностью и этим мы сейчас будем с вами заниматься я никогда этого не делала признаюсь вам честно о класс появились вопросы значит давайте я буду сейчас тыкать на вопрос если он вам не нравится кричите нет-нет мы не будем этот вопрос и тогда мы не будем его делать это все таки стоит бояться своих мечт или что идет из души то хорошо и правильно я буду сейчас вам рассказывать у нас будет такой красивая маска у нас с вами будет такой себе супер курс знаете когда мы будем очень быстро пытаться понять и освоить все что такое мечта мечта это наше некое желание чего-то чего мы хотим на самом деле мы с вами всегда получаем то о чем мы думаем но что в чем есть вот подвох с мечтой мы боимся думать о своей мечте потому что заведомо мы называем мечтой то во что не верим но спасибо большое за комплименты их у меня аллергия немножко стесняюсь но уже я вылечиваюсь все в порядке значит смотрите мы люб мы боимся говорить о своих мечтах и думать о своих мечтах потому что у нас есть множество по этому поводу предпосылок мы боимся о них думать потому что они не сбудутся потому что нам жалко себя дразнить мы не знаем как их осуществить и мы нас так приучили мы предпочитаем думать о реальности а зачастую реальность человека наполнена у большинства людей к сожалению некими проблемами и мы считаем что нам необходимо сначала решить эти проблемы но наша мысль это энергия и когда мы с вами думаем о реально негативной ситуации мы чем больше они думаем тем больше она растет тем больше мы притягиваем вот то о чем мы думаем это мы и притягиваем в контексте энергии не возможно не конкретной ситуации например мы думаем об аварии и притягиваем все аварии мира нет мы притягиваем негативную энергию мы это называем низкими вибрациями и таким образом чтобы вам было понятней люди говорят пришла черная полоса когда одно цепляется за другое это момент разрастание вашей негативной энергетики так вот когда мы боимся своей мечты во первых если мы боимся то мы притягиваем страх а страх это некая разрушительная система и когда мы с вами боимся чего-то мы это и притягиваем зачастую страх что у нас не получится я боюсь мечтать потому что я боюсь ну например я хочу выйти на сцену и спеть но я боюсь что у меня сорвется голос что надо мной все будут смеяться и вот вы об этом думаете и в результате это и происходит поэтому в своих мечт не то что не нужно бояться наоборот ваша мечта это ваша самая большая такая сгусток энергии которая наоборот позволит вам притягивать свою жизнь ситуации обстоятельства которые помогут этой мечте сбыться то есть это наоборот позитив поэтому все чего вы желаете наша первая задача вне зависимости от той реальности которой мы находимся вообще забудьте о реальности вы должны жить не в реальности не думать постоянно о том что здесь вы должны строить себе четкую картину чего вы хотите в этом случае к вам будут приходить ситуации обстоятельства и энергия которая будет позволять вам вылазить из этого я не говорю о том что мы на реальность должны забить но мы не должны ее бояться и мы не должны откладывать свои мечты в голове мы не должны запрещать себе мечтать запрещать себе хотеть большего только потому что мы не знаем как этого получить мы потому и не знаем как это получить потому что мы вибрируем мы находимся внизу. Мы ничего не можем с этим поделать. Это законы энергии. Это то, чем мы, в общем-то, занимаемся, то, что мы изучаем. Я понимаю, что для тех людей, которые впервые это слышат, это все кажется как-то очень стрёмненько, но на самом деле так работает. Так, если концентрируетесь на отсутствии желаемого, то притянется отсутствие желаемого. Абсолютно правильно. То есть, то, о чем вы думаете, почему никогда нельзя говорить «я болею», потому что, или человеку нельзя говорить «не болей». Всегда говорите «выздоравливайте». Я выздоравливаю. Я прекрасно себя чувствую. Это сложно. Нас с детства приучили жаловаться на здоровье. Нас с детства приучили жаловаться в принципе. Мы очень любим говорить о своих проблемах. Поссорилась, не получилось. Он у меня говнюк такой, сволочь, вообще денег не дает. Шеф вообще гадина. Подруга вообще сука. И мы все время привыкли. У нас, когда мы встречаемся, мы обязательно должны обсудить негативно. Негативные новости, негативные все свои истории, пожаловаться друг к другу. Нам даже легче становится. Заметьте, какие мы интересны. А знаете, от чего легче становится? Легче становится не из-за выговорились. Легче становится из-за того, что он тебе свой негатив, ты ему свой, и тебе кажется, что твоя жизнь уже не такая плохая. У него же тоже плохо. Значит, это уровень нормы. Это знаете, когда два человека встречаются, и один говорит, мне охуенно с тобой, мне так ни с кем никогда не было. А второй человек говорит, ну послушай, так это нормально, ну так и должно быть. Он говорит, нет, ну я привык там, ссоры, скандалы, проблемы. Это ненормально. Все, к чему вы привыкли в жизни, нехватка денег, херовая работа, проблемы в отношениях. Это ненормально. Вы просто привыкли, но это ненормально. Ненормально сидеть без денег, ненормально постоянно нуждаться, ненормально быть в плохом настроении, ненормальные отношения, где вы друг друга терроризируете и ненавидите. Это ненормально. Уберите из своей головы этот уровень нормы. Это ненорма. Норма это круто. Повысьте, поставьте планку в своей голове, что для меня хорошо, какой дом для меня хороший, какой мужчина для меня хороший, какая женщина для меня хорошая. Ненормально жить и плыть, как плывется. Нас просто так приучили. Наши убеждения, которые сформированы, они такие. И мы себя все время равняем с людьми, которые тоже так живут. И мы типа еще такие, так я еще неплохо, у меня еще нормально. Мы равняем себя все время с окружением. Но ведь окружение определяет, кто мы есть. И до тех пор, пока вы не начнете совершать другие действия, перестраивать свой мозг, расставаться с этим окружением, вы не сможете из этого вылезти. Потому что ваш уровень нормы будет все время на уровне этого окружения. И как правило, окружение такое, болотное я его называю, оно неплохое, оно болотное. Любое окружение есть болотом. Потому что вы в нем застреете. Вы застреете в этом окружении. Вы равняете себя с теми людьми, которые вас окружают. Вы с ними сравниваете. Почему очень полезно залазить в новое окружение? Не где вы самый крутой, а где вы самый низкий. Тогда у вас есть мотивация лезть. Тогда у вас есть мотивация соревноваться. Вот у меня ребенок, как только становится первой, у нее пропадает мотивация соревноваться. Она обязательно где-то на следующих соревнованиях проиграет, потому что она словила звезду. Ей показалось, что она самая крутая. Но когда появляется кто-то круче, у нее появляются амбиции и желание новое что-то узнать, что-то новое сделать, куда-то перелезть. Развитие очень-очень-очень-очень важно. Новый поток рерайтеров 1 июля стартует завтра. После этого стартует 1 августа, если вы еще, а более новым. Так, вы меня тут рассматриваете, меня обсуждаете. Что-то изменило в своей жизни от того времени, как смотришь Ольгу. Ага, у вас тут свои беседы, понятно. Окей, давайте, едем дальше. Едем дальше, смотрим следующий вопрос. Нормально мечтать о доме и машине одновременно или нужно расставлять приоритеты? Смотрите, на самом-то деле, кстати, для тех, кто новенький, у меня есть YouTube-канал, который называется Ольга Ермилова-зажигалка. Там есть очень много видео, у меня опять пропал фильтр. Давайте буду святой. Можно святоши побыть? У меня там очень много видео и записей эфиров, вы можете их пересматривать. Значит, нормально мечтать о доме и машине одновременно. Вообще нормально все. Вообще, запомните главное правило. Нормально все, что помещается в вашей голове. Гоните в шею всех, кто говорит вам, что что-то неправильно и ненормально. Неправильно, расскажу вам сразу же, неправильно быть жертвой, неправильно слушать людей-неудачников, которые ничего в этой жизни не достигли, неправильно слушать папу и маму, которые говорят, слушай меня, потому что я старше, и то же самое всех взрослых людей, которые считают, что их нужно слушать только потому, что они старше, и неправильно лишать себя своих желаний. И еще неправильно не хотеть. Все остальное правильно. Вот запомните это. Если вы хотите все, это прекрасно. У очень многих людей есть главная проблема. Они не умеют хотеть. Когда человек мне говорит о том, что научите меня захотеть жить, я ему говорю, иди, первый уровень, сломай правую руку. Только сломай так жестко. И лечись. Когда ты вернешь правую руку себе, нормальную работу, если тебе повезет, ты научишься ценить свое здоровье, потому что ты сможешь рукой есть, писать, читать, одеваться. Ты узнаешь, как херово жить без правой руки. Если тебе еще хочется больше адреналинчика, или сброситься с балкона, если тебе повезет выжить, то ты тогда сможешь пройти следующий уровень. Никогда в жизни не говорите о каких-то вещах, что я не умею мечтать. Так вот, нормально мечтать обо всем. И чем выше ваше желание, чем больше ваше желание, это прекрасно. Следующий вопрос. Готовы ли вы мечтать, работая в голове? Потому что мечта – это работа над своим сознанием прежде всего. Потому что мечта, для того, чтобы осуществить мечту, вам нужно раскачать свою энергию в метрах. Вам нужно работать. Это ментальная йога, ментальные практики, где мы мечту свою каждый день прокачиваем, визуализируем, создаем ее энергетически. Мы обязательно работаем мозгами прежде всего, потому что именно правильная энергия способна притянуть в вашу жизнь ситуации, обстоятельства, то, что мы очень часто в жизни называем везением. Ей просто повезло. Я просто шла, мне просто повезло, я просто с этим познакомилась, он оказался миллионер, у нас просто вдруг случилась любовь, мы друг другу понравились и всю жизнь вместе живем. Это называется вот та самая энергия. Так вот, если вы готовы, мечтайте обо всем и сразу. Есть технологии, есть истории, но можно и нужно. И чем больше ваши мечты, и чем больше у вас желаний, тем быстрее вы будете двигаться. Здесь нет никаких, никаких каких-то таких определенных правил в этом направлении. Так. Теперь едем в следующий вопросик. Так, и мы меняем какой-нибудь фильтр красивый. Давайте пооригинальнее. Вот такой мне нравится. Как поверить, что это возможно, ведь мечты кажутся безумными? А жизнь вам не кажется безумной? Вам не кажется безумным то, нет, мне кажется, он очень отвлекает, вам не кажется безумным то, что мы сегодня с вами разговариваем по телефону? Вот я сейчас сижу где-то в своей стране, в своем городе, а вы в других местах. Вам это безумием не кажется? Вам не кажется безумием то, что в жизни так много красивых стран, дорогущих отелей, шикарных машин, на которых вы никогда не ездили и где вы никогда не жили? Вам не кажется безумным то, что в мире так много красивой одежды, что в мире так много всего, до чего вы не в состоянии дотянуться? Вот что есть безумие. Безумием есть не использовать безумнейший потенциал нашего мозга, наших рук, наших возможностей, а сидеть и ходить на одну работу, на какую-то, постоянно жаловаться и проживать свою жизнь максимум за штукарь баксов в месяц. Вам не кажется это безумием, когда мир настолько богат? Вот что я вам могу сказать. Поэтому для меня поверить в то, что я рождена в каком-то селе и должна там сдохнуть всю жизнь при обилии возможностей этого мира, вот что для меня кажется безумием. Безумием для меня кажется не хотеть, не желать, не использовать возможности, не искать информацию, не пытаться разобраться, как у нас столько миллиардов клеток мозга, неужели он создан только для того, чтобы вы могли жевать и ходить и, простите, молиться Богу. Самое простое, что можно делать, молиться и ждать. Нет, ребята, почитайте, изучайте себя, изучайте свой мозг, изучайте свое мышление, изучайте свои возможности, работайте над собой. Не надо эти тангенсы-котангенсы изучать, прекращайте пилить своих детей за то, что они не выучили математику. Развивайте себя, обратите внимание на мир, поинтересуйтесь миром, поинтересуйтесь тем, как достигаются все эти богатства. Все крадут, все воруют, все прям вот так вот люди рождены царями, им передаются по наследству. Нет, конечно же нет. Поэтому вот, что я называю безумием. А мечтать, желать и развивать себя и каждый день поднимать свою красивую задницу с дивана для того, чтобы открыть себя, задавать себе правильные вопросы, интересоваться. Интересно, а как получается это? А как кто? А для чего я рожден? А в чем моя сильная сторона? Что я могу этому миру дать? Ведь в каждом из нас есть потенциал, потенциал нашего таланта, наших возможностей. И когда мы его открываем, тогда к нам приходит слава, к нам приходят деньги, к нам приходит счастье, потому что вы просыпаетесь утром. И вы точно знаете, зачем вы проснулись. И вы проснулись не для того, чтобы просто сесть в свою даже дорогущую машину. Вы проснулись не просто для того, чтобы, блин, купить себе сумку какую-то там. Это приятно, но это не то. Когда ты знаешь, мать твою, нахрена ты родился, когда ты тут, внутри, счастлив. Сумки и прочие все эти вещи, богатство мира, они прекрасны, как наша мотивация для развития. Но мы с вами все умрем без сумок. И даже не важно, в каком гробу мы будем лежать. Но вы же понимаете, что у нас есть некое перерождение. Вы же понимаете, что наша душа проходит некий опыт. Неужели вам неинтересно понять, неужели вам неинтересно узнать, с чем вы пришли, какая записочка была у вас. Неужели вам неприятно и не хочется знать, что вы сделали что-то важное, что вы нашли себя, что вы стали кем-то великим. А ведь каждый рожден для того, чтобы в чем-то стать великим. Но большинство из людей вообще этим не парятся. Главное, чтобы платили зарплату стабильно и была пенсия. Не знаю, сколько она сейчас в Украине. 30 долларов, 35. Официальное трудоустройство, говорит девушка в 18 лет. А зачем вам это знать? Ну, а как, а пенсия? Пенсия! У-ху! Так, едем дальше. Если у вас есть умные вопросы, вы можете их тоже задавать. Я буду их видеть. Так, давайте какую-нибудь новенькую масочку вот с облачками. Красиво. Подскажите, мечтаю, представляю, но быстро теряю веру, опускаю руки. Как поверить? Вы знаете, все-таки это плохие маски. Расскажу вам, почему это происходит. Это происходит по одной простой причине. Вы находитесь всю жизнь в неком окружении. Окружение, сформированное вашими мыслями, вашим поведением, вашими поступками. Как правило, окружение, как я уже говорила, оно у нас достаточно четко подчеркивает. Если мы находимся в окружении каких-то людей, значит, у нас есть общие интересы. Общие интересы – это общие мысли и общая энергия. И вот, например, у вас есть интересы, вы вместе ходите пить пиво, или обсуждать мужчин, или женщин, или футбол смотреть, или вечером встретились, там, о чем-то поговорили на уровне, я не знаю, сериала. У вас есть какие-то интересы. И вот вы вдруг решаете выйти из этих интересов, потому что мечта – это нечто выше. И вы приходите и говорите, а я решил, например, стать лучшим, не знаю, юристом. К примеру, вам окружение говорит, зачем? Вы говорите, я хочу другую жизнь. Вот я решил, я буду. Я сейчас пойду в институт, я сейчас буду заниматься, у меня сейчас не будет времени на встречу с тобой, я хочу поставить цель купить себе машину. Окружение говорит, ты что, с ума сошел? Ты начитался? Это все неправда. Так не бывает. Юристов сейчас полно, им никто не платит. Машина, ты что, ну, это только почку надо продать. И ваше окружение вас начинает тянуть вниз, возвращать в реальность. И, как правило, вот эта реальность, она вас поглощает снова. Ваша мечта вы теряете быстроверой, потому что у вас нету новой энергии, у вас нету нового окружения, у вас нету людей, которые вас поддерживают. Попробуйте-ка в своей семье, когда у вас все жрут, посидеть на диете. Попробуйте себе подготовить пищу одну, а им другую, и не сорваться. Вас может хватить на неделю, на месяц, если вы мега-человек, а потом это невозможно. Они все сидят и жрут. Это культура питания в вашей семье. Они все такие. Если вы от них не уйдете, если вы с ними не расстанетесь, если у вас не появится какая-то группа поддержки, вы сорветесь. Вот что происходит. Поэтому первое, нужна правильная технология. Ты должен понимать, что ты делаешь. Мало просто мечтать. Повторю, мечта – это технология и действия вашего мозга. Это ментальные, ежедневные практики. Второе, тебе нужны люди, которые делают то же самое. Чтобы в тот момент, когда ты вдруг проявил слабинку, когда тебя дернуло, и ты подумал, нахера я этим занимаюсь, я не верю, мне нужно вернуться в реальность. Были люди, которые сказали, нет. В-третьих, когда ты находишься в компании, рано или поздно у людей начинают появляться результаты. И они этими результатами делятся. И эти результаты тебя подпитывают. Они являются для тебя такой водичкой, потому что ты видишь, у этого сработало, у этого сработало. И у меня, значит, точно сработает. И в тот момент, когда ты говоришь, ребята, блядь, я не верю, они тебе говорят, нет, нет, они тебя держат. Вот как это работает. Вот почему так важны в такие вот сообщества. Вот почему вы можете играть в длинную. Вы должны понимать, что изменение жизни – это навсегда. То есть это не происходит в одночасье и стало по-другому. Это путь, это работа, и он работает в долгую. И привести свое тело в порядок, несмотря на то, что это не просто сильно легче, чем привести свои мысли. Потому что с телом ты видишь это в зеркале достаточно быстро. С мыслями результаты происходят не так. И окружение, которое у тебя есть, оно очень долго не дает тебе развиться. Оно очень долго тебя не отпускает. А ты, так или иначе, начиная меняться, будешь менять окружение. Нитки будут обрываться. Эти люди будут исчезать из вашей жизни. Я наблюдаю за своими рерайтовцами, и у них у многих в первый месяц отпадает очень много знакомых. С кем-то происходят сложные расставания, с кем-то легкие. Отпадают мужья, отпадают друзья, отпадают знакомые, отпадают работы. Потому что когда ты просыпаешься, и когда ты снимаешь с себя очки, и ты начинаешь понимать, где тебя используют, где тебя тянут вниз, о чем они говорят, тогда ты сам принимаешь решение, в тебе появляется энергия сказать, «Ребята, я не хочу с вами, так дальше я не буду». И ты понимаешь, ты просто снимаешь эту пелену, и то, за что ты раньше держался, то, чего ты раньше боялся потерять, ты сейчас хочешь это отпустить, потому что ты уже видишь альтернативу, ты видишь другую жизнь, и ты видишь других людей. И когда вас много, поверьте, это добавляет очень много силы, это добавляет очень много смелости. И ты понимаешь, что ты не в секте, ты не в иллюзии. Ты понимаешь, что мир – это секта, которые управляют с телека. Ты понимаешь, что новости – это секта, ты понимаешь, что людей зомбируют, ты по-другому смотришь на свою жизнь, потому что в большинстве своем люди зомбированы, удобно управляют зомбированными людьми с ящиком. И сказали, надели все маски, все надели маски, вам показали то, что нужно, вы в это верите. Нас так приучили. Но у нас же есть свобода выбора сейчас, мы же сейчас можем включать свой мозг, и как только вы его включаете, вы начинаете все это видеть. Многих людей это изначально шокирует. Но просыпаются те, кто готов к пробуждению. Если вы к этому не готовы, ваше убеждение, ваша система убеждений найдет миллион причин для того, чтобы подтвердить это. Точно так же, как человек, который уверен, что он болеет, он склонен к полноте. Вот мне всю жизнь мои взрослые, взрослые мои родственники говорили, что у нас крупная кость, мы склонны к полноте, я не могу быть худой в принципе. Кто-то мне говорил, что я не могу быть худой, потому что у меня большая грудь. То есть, если вы живете с этими убеждениями, это удобно. Ты живешь и понимаешь, что да, я просто такой, я ничего не могу сделать. То есть, все очень-очень-очень просто. Так, едем дальше. Засматриваемся. Давайте я на ваши вопросы посмотрю. Если просто хочется спокойно жить и не пахать, так можно? Можно. Вообще, история о том, что жизнь – это тяжелый труд, это вранье. И пахать вообще не нужно. Когда вы находите то, от чего вы испытываете удовольствие, будь это, я хочу быть просто женой, это принимается, хочу быть просто мамой, или я хочу просто заниматься своим любимым делом. Да, это тоже работает. И я вам могу сказать, что я перестала пахать. В тот момент, когда я себя нашла, я работаю, но я делаю это с удовольствием. Я бы делала это без денег. Я и делала это без денег. Я кайфую от этого. Но фишка заключается в том, что когда ты становишься нужен миру, мир платит тебе за это. Тебе приходят за это деньги, потому что ты нужен. И это двойной кайф, потому что когда к тебе приходят деньги, опять-таки через мужчину, через работу, неважно, быть хорошей женой – это тоже искусство. Когда к тебе приходят деньги, это дает тебе возможность получать благо и удовольствие жизни, получать свободу, перемещений. Когда ты получаешь свободу и не просыпаться рано утром и не думать о том, что тебе не за что кормить детей, что у твоих детей, они выросли из ботинок, что у тебя порвалась, закончилась тональная пудра, шампунь, у тебя вылазят волосы, у тебя нет денег. Ну, понимаете, жить красивой – это тоже сегодня быть красивой. Это дорого сегодня. Мы сегодня можем себе позволить в 37, в 47 и в 57 выглядеть роскошно и старше тоже. Но нам необходимо ходить в зал и пользоваться дорогой косметикой и плюс-плюс-плюс, еще что-то. Поэтому можно. Если вы в своей голове закладываете программу того, что моя жизнь легкая, мне все дается легко, поверьте мне. Это работает. И так может быть. И это главная причина, по которой я начала работать с сознанием. Потому что я всю жизнь проповедовала, что нужно тягачить, херачить и ебашить. И я всю жизнь ебашила. Я зарабатывала и зарабатываю большие деньги, но это разный способ заработка. Я умирала тогда. Я была на износ, а сейчас я получаю удовольствие. И это две огромные разницы. Работаю не меньше, но мне настолько по кайфу, что самое страшное, что для меня может быть – это стать ненужной и перестать делать то, что я делаю. Поэтому можно абсолютно все. Так, как не терять нужную волну? Бывает, что настройки через какое-то время проходят. Приходите в рерайтер жизни, и я вас научу. Нужен длительный момент, когда вы проходите уже, когда вы перестраиваетесь. То есть, почему очень важно, вот, например, в рерайтере я считаю своим главным достижением – это не только мою методологию, не только ту информацию, как я подаю, но и как я ее подаю. С первой группой мы работаем сейчас уже, у нас будет восьмая неделя клуба, и до этого пять недель. Вот, тринадцать недель мы работаем, и они ежедневно выполняют все практики. Для меня это огромное достижение, потому что это взрослые люди, разные люди, и мы ни дня не пропускаем. Почему? Потому что прежде всего я нахожу нужные слова и даю нужный заряд для того, чтобы люди это делали. Мы все знаем, как важно что-то делать, но мы не в состоянии. Вот моя главная ценность, скорее всего, в этом. Я этим очень горжусь. Нам нужна поддержка. Мы такие люди. И я вам скажу больше, я и создала это все для того, чтобы сделать себе поддержку на всю жизнь. Чтобы у меня в жизни больше никогда не было того момента, когда я перестала практиковать и потеряла практически все. Потому что я потеряла веру в себя, потому что я заблудилась, потому что я не поняла, что произошло, потому что мне показалось, что можно без этого, мне показалось, что это фигня уже, что я это уже все знаю, я уже это проходила, я уже практиковала, мне уже надо в реальность вернуться. И когда я вернулась в реальность, я буквально практически в одномоментный какой-то период, когда я вошла в пике, я чуть не потеряла все, что я имею. Все, включая свою семью, потому что я не хотела жить уже со своим мужем, а мне кажется, он не хотел уже жить со мной такой. Вот в принципе как это происходит, поэтому больше от практики я не уйду. Очень интересный вопрос для большинства, как поднять свой зад на первые действия. Еще раз говорю, это для меня один из самых странных вопросов, почему вам нравится быть в жопе. Наверное, люди начинают это делать тогда, когда это включается самомотивация, то есть когда у человека происходит в жизни нечто, после чего он не может не действовать. У женщин чаще всего это развод, расставание с мужчиной, когда вдруг она понимает, что ее жизнь больше не будет прежней, он ушел. То есть она его там, я не знаю, нахуй его выглядела, у них не было секса, она родила ребенка, она просто на него забила, она считала, что он уже никуда не денется, и он ушел. Вот смена обстановочки, понимаете, когда ваша жизнь, вот она у вас идет, она вас устраивает, а потом что-то происходит. Второй момент болезнь. Хлопытц, а у вас рад. И вы такие, пистолец, я жить хочу. До этого ты жить не хотел, до этого ты существовал, а тут я жить хочу, ты вспомнил. Я все время говорю, зачем вы до этого доводите? Зачем? Ведь люди сами до этого доводят. Люди как будто бы вот некоторые убивают себя, насилуют столько в себе негатива, все время они недовольны, все-все время плохо, все-все время на всех. А вот человек сидит, сидит, я иногда, когда читаю комментарии у типа Ксении Собчак, я вообще понимаю, что это все будущие онкобольные. У людей столько злости, столько негатива, зачем они вообще живут? Неужели, чтобы поносить всех? Вот, поэтому не ждите этого. Задайте себе вопрос, зачем? Что я делаю с собой? Мне нравится себя убивать? Кем я буду через 10 лет? Как я буду выглядеть? О чем будет моя жизнь? Неужели мне ничего не интересно? Если вы спящий, спите, когда вы пробуждаетесь, вы начинаете сами искать. Вот вы сегодня, все, кто находитесь на эфире, вы же здесь не просто там. Есть люди, которые очень осознанно пришли, они знают, кто я, а есть люди, которые случайно слушают, зашли случайно на эфир, первый раз меня видят. И думают, блин, о чем она говорит, почему-то меня это волнует. Вот вам первым нужно идти на рерайтер жизни. Вы сами притягиваете ситуации и обстоятельства. Вы сами зачем-то слышите об этом. Почему-то вас начинает это, и это будет не первая и не последняя информация на эту тему. Вы начнете ее слышать и видеть, подтягивать. Когда в вашей голове появляется пробуждение, вы начинаете инстинктивно искать что-то, что поможет вам получить те изменения, которые вы хотите. Я много лет обучала бизнесу, много. Я перестала это делать, потому что я поняла, что бесполезно обучать человека бизнесу до тех пор, пока он не понимает, кто он. Пока он не в состоянии поставить свою цель. Пока он не в состоянии переключить свой мозг и понимать, чего он хочет в этой жизни. Хотеть начать, работать. Потому что, когда вы циклитесь только на деньгах, вы заработали и опять сдохли. Вы опять сдулись. Вы не понимаете, как устроен принцип жизни. Вы не понимаете, насколько важно правильно мыслить, включать правильные программы, убирать убеждения. Человек пришел, говорит, я хочу заработать, но при этом он уверен, уже уверен, что сейчас он наймет сотрудников, которые его обворуют. Он уверен, что реклама не работает. Он уверен, что все равно этот товар говняный, который он продает. У него так много. Или страх, у меня никто не купит. Пока вы от этого не избавитесь, пока вы не поймете внутренне, кто вы, что вы, для чего вы и как, каким образом мысли проявляются в вашей жизни, бесполезно. Вы будете во всем сливаться. У вас будут единичные успехи, но они будут единичные. Вы будете человеком-провальником. Поднялись, опустились, поднялись, опустились. Пока вы здесь не закрепитесь, пока вы не поймете, как каждая ваша мысль влияет на вашу реальность, пока вы это не увидите и не убедитесь, о каких-то системных длительных результатах говорить очень сложно. Так, что делать, когда лень опереждает? Ну, уж ленитесь, я же вам уже сказала. Я считаю, как бы, проблемы утопающих, дело рук самих утопающих. Хотите так жить, живите. Ну, нравится быть говном, будьте. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Вот я не могу себя заставить. Ну, будь, блин, такой. Женщина приходит, она ко мне и говорит, вот, Оля, я такая толстая, мой муж мне изменяет, я ничего не могу делать, что мне делать? Купи беляшей, говорю. Купи беляшей. И прирасти своей жопой в диван. И отпусти своего мужика, пусть идет и нормально живет с нормальной бабой, если ты курица такая. Учитесь смотреть правде в глаза. Алло, что делать? Что ты хочешь, чтобы я тебе сделала? Заворотик какой-нибудь? Нет. Иди нахер, говорю отсюда. У меня место для классных людей. Людей, которые понимают, чего они хотят. А люди, которые, сделайте со мной что-нибудь, ну, блин, в жопу могу засунуть бутылку. Так, какая Ваша дума про трансерфинг? Прекрасная книга. Я не могу Вам сказать, что я полностью трансерфинг как бы проповедую. Но вообще все, что связано, я сегодня первую часть книг выкладывала, и трансерфинг я раньше очень многим рекомендовала, и сейчас, в принципе, рекомендую. Все, что связано с трансерфинг, это некое толкование, немножечко другое, с другой стороны, по силам управления нашего разума. То есть, существует несколько методологий, рассказанных разными словами. Суть одна, что твои мысли проявляются в твоей реальности. Твоя реальность, твою реальность формирует твои мысли. Вот скорее так. Как перестраивать свой мозг и не фигачить сутками на разоботе, а в результате получать того результата, который ожидаешь? Приходите ко мне на рерайтер жизни. Мы занимаемся этим первый месяц, мы занимаемся этим последующие месяцы. Приходите, если вы действительно хотите узнать ответ на этот вопрос, и не просто узнать, а внедрить его в свою жизнь. Я уже говорила, бестолково читать книги, что-то слушать, если вы этого не внедряете. Ну, это точно так же, как слушать рецепты, вы же этим не поедите. Точно так же, как смотреть, сидеть в фитнес. От этого ваша фигура лучше не станет. Если вы хотите этого, приходите. Еще сегодня можно купить в рерайтере жизни версию за 5 долларов, целых 5 долларов, вы разоритесь. Вы получите сразу и много уроков, попадете в общий чат, вообще поймете, о чем идет речь. Вы получите возможность 4 дня с завтрашнего дня пробыть, у меня есть там предзадание, уже к ним будет доступ. И у вас будет еще 4 дня побыть в марафоне, написать 2 главы к своей книге, потому что мы пишем книгу своей жизни, жизни своей мечты. Потому что большинство из нас даже ответить на вопрос, чего они хотят, не могут, не знают, никогда об этом не думали. У нас есть медитация, у нас есть техники, приходите, посмотрите, что это такое. Если вы поймете, что вам это надо, вы сможете остаться здесь или прийти на следующий поток, как захотите. Так, как правильно сформулировать мечты каждый день, их проговаривать? Но на самом деле мечты каждый день формулировать бесполезно. Если это мечты, нужно сфокусироваться на конкретной цели. Изначально в идеале выбирается та цель, но мы уже этим занимаемся в клубе, но в идеале выбирается та цель, которая автоматически решает все остальные цели. И с помощью разных практик, там есть аффирмации, есть проращивание, разные практики, которые мы делаем, в течение минимум 90 дней мы практикуем ежедневно. Ежедневно. То есть ваш мозг, это должно упасть на подсознание. Фишка в том, чтобы это упало на подсознание. Но для того, чтобы это упало на подсознание, мы на марафоне работаем уже, мы выпалываем негативные мысли и убеждения. Почему? Потому что если, например, ваша мысль, мечта заработать 100 тысяч долларов, но у вас уже с детства лежат негативные ограничивающие убеждения на почве того, что деньги это зло, денег много не заработать. Если люди много зарабатывают, значит они воруют. В нашей стране много не заработать. И другие убеждения, это бесполезно. Это умножение на ноль. Поэтому в марафоне мы как раз плавно пишем книгу, и я даю дополнительные занятия, дополнительные упражнения и литературу, все, что нужно даю, для того, чтобы вы органично, без насилий начали ловить себя на этих убеждениях и понимать, как с ними работать, как их убирать. Это, знаете, как сад-огород. Если вы хотите посадить розы, вам нужно убрать бурьян. Если вы посадите розовый бурьян, они или не прирастутся, или их бурьян весь закроют. То же самое и здесь. Так, как вы правы, спасибо, 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 все посмеялись, меня тут обожают, аплодируют, спасибо. За сколько времени вы похудели? Да, ребят, я уже не помню, за сколько времени я похудела. На самом деле всю жизнь как бы худела, просто сейчас я худею от 50 до 47, вот, а раньше я худела от 62. На самом-то деле я весила, вот если вы пытаетесь в родительной фотографии, это мне 15 лет, я в школе, сейчас мне 37 будет уже в этом, нет, в следующем месяце, в июле. Поэтому уже много времени я родила детей, и до этого, тут вопрос в чем, вопрос самооценки, я перестала себе нравиться, мужчина, который мне нравился, сказал мне, что я жирная, и я начала смотреть на себя со стороны, потом я попала в шоу-бизнес, и мой продюсер снял со мной клип, надел на меня кофту с голым животом, у меня был жирный живот, я не знаю, зачем он это сделал, он, наверное, был хороший психолог, мне так кажется, но после этого я себя просто возненавидела. Для меня очень важно себе нравиться, для меня очень важно, чтобы нравилась моя жизнь мне, для меня очень важно, чтобы у меня были деньги, для меня очень важно, чтобы я могла своим детям купить все, что я захочу, для меня очень важно знать, что я в состоянии, если завтра мне нужно будет расстаться со своим мужем, в состоянии жить хорошо, и что мой муж может жить без меня хорошо. Почему? Потому что только две свободные и яркие личности могут быть вместе счастливы. Когда кто-то в отношениях является жертвой, когда кто-то является на подкорке, на подпитке, это печалька. И я, наверное, считаю, что у меня классный брак, именно потому что мы с одной стороны зависим друг от друга, но с другой стороны мы весьма самодостаточны. Вот это очень важный фактор. И это не для того, чтобы развестись, это для того, чтобы не развестись. Вы должны знать, что если вы хотите классный брак, ваш партнер, будь это мужчина или женщина, должен вас уважать, знать, что вы самодостаточны, знать, что, блин, на вас очередь стоит, знать, что вы без него, без партнера, в частности, не пропадете. Тогда вы не будете кошечкой какой-то, которую могут выкинуть и потом ставить какие-то ультиматумы. Будьте самодостаточным, классным человеком и не завистьте ни от своих детей, ни от своих родителей, ни от своих баб, ни от своих мужиков. Уважайте и любите себя, настройте свой мозг, это самое ценное, что у вас есть. У вас могут забрать бизнес, у вас могут забрать дом, может случиться все, что угодно, но ваш мозг и ваше мышление никогда не заберут. Это ваше, это навсегда останется с вами. Ваше умение настраиваться и притягивать к себе то, что нужно, с помощью своих мыслей никогда не заберут. Если вы научитесь этому, этому, мать вашу, нужно учить детей из детского садика, если вы можете этому научиться, все, вы король в жизни. Я никогда в жизни больше не буду на дне, на которое я попала, никогда в жизни, потому что я свой мозг просто простирала, я не знаю, как это со мной произошло. Я имела все, я лобасила огромные деньги и упала в самое дно, в самое дно, потому что я позволила своему мозгу вернуться в реальность, начать жить своей реальной жизнью. Я посчитала, что я бог, что я больше могу не практиковать, что мне больше это не надо. Попробуйте, если у вас классное тело, посчитать, что вы больше никогда не поправитесь и начните жрать. И начните, перестаньте заниматься, и вы увидите, что с вами случится. То же самое здесь. Ваша реальность – это отражение ваших мыслей. Все, что вы имеете сегодня, включая ваши отношения, ваши деньги, все, вы все притянули сами. Я вам это просто говорю как человек, который сам прошел весь путь. Вы можете на ютюбе, у меня лежит книжка, я в IGTV, кстати, тоже, «Зажигалка», я ее начитала. Это моя история, реальная, моя автобиография. Можете ее послушать, и вы поймете, я сейчас не могу вам рассказать всем новеньким свою жизнь, но вы можете послушать и понять, о чем я говорю. Как зарегистрироваться на завтра? Очень просто. У меня есть ссылка в профиле, вы по ней переходите, попадаете на «Рерайфер жизни». Там есть пробная версия, которая стоит 5 долларов. Там есть другие версии, можете выбрать себе, можете сразу зайти на марафон. Вы можете зайти в мои, как это называется, stories, и там тоже я 24 раза анонсировала марафон. Если вы ничего не можете найти, что-то с вами случилось, пишите в директ, я вам тоже отвечу. На августовский рерайтер цены останутся прежними, я не знаю, что будет с августовским рерайтером. Как правило, мы стартуем с 50% скидкой, но стоимость на марафон потихоньку повышается, потому что марафон становится круче, полнее. Я вам честно скажу, этому марафону цены нет, потому что это не очередной марафон, где вас прокачали, ой, давайте загадаем желание, выпустим шарики, запустим самолетики, и все будет. Нет. Я вам даю две руки свои, что если вы будете работать, вы измените свою жизнь в корне. Нахрен измените, сделайте ее вообще другой. Это лучшее, я занимаюсь обучением с 2009 года. Я вам честно могу сказать, это лучшее не из того, что я создавала, а из того, что я даже проходила. У кого бы то ни было. На данный момент есть главная ценность. Я живу все время с вами, в чатах, везде, я живу с вами, потому что для меня важно, чтобы у вас были результаты. Для меня не суть важно, чтобы вы мне сейчас заплатили деньги и потом делаете, что хотите. Для меня важны ваши результаты. Я даже отвечаю вам в личку, потому что ко мне приходили девочки уже и онкобольные, девочки, у которых умирают мужья, девочки разные, и мальчики. Мальчиков тоже много у нас. Приходят люди с разными проблемами. И на данный момент я еще в состоянии отвечать в личку, когда люди пишут о чем-то таком, что не в состоянии решить. Чат это крутейшее место, там очень много историй, вы можете все рассказывать, всем делиться. Были такие девочки, которые писали мне, блин, меня не принимают, меня никто не слышит, и мы проходили психотерапию прямо в чате. Это крутейшее место и крутейшее возможно. Если у вас есть запросы по теме, я не знаю, кто я, я не знаю, как мне изменить мою жизнь, мне ни черта в моей жизни не нравится, я не знаю, как вообще быть, неужели я всю жизнь буду жить в жопе, неужели всю жизнь все будет так, вот вы можете прийти и изменить. Я вам просто это обещаю, потому что я очень хорошо знаю, что я сейчас делаю, очень хорошо знаю. И я делаю это по своему призванию, прежде всего, не по финансовым убеждениям. Финансы приходят, я не знала, когда я это начинала, будут ли здесь финансы, но они приходят, а это показатель того, что мы делаем очень ценную вещь. Мой марафон, наши рерайтерцы дарят своим мужьям, сестрам, детям, бабушкам, клянусь, у меня есть все, дети, бабушки, дедушки, все, кто только возможно, все дарят. У меня первый раз такой продукт, который люди дарят друг другу, и многие оплачивают друг за друга, там что-то дальше, это круто. Я этим очень сильно горжусь. Вы можете зайти на страницу марафона, там есть отзывы, мы стараемся выкладывать не все, но много. Вы можете посмотреть у меня в актуальных сторис, это реальные люди, перейдите на их странички, можете им написать. Это очень сильный продукт. Я хочу, моя цель, чтобы его прошли все, чтобы этот марафон прошли все, потому что я прекрасно знаю, что я делаю, и я знаю, сколько сил и энергии я отдаю. Энергия – это мой дар. Вот то, что сейчас вы получаете, это не моя заслуга, это мой дар. И я проводник этого дара. Я вас включаю, отдаю, я иногда падаю с ног, но я ее отдаю, потому что она идет с космоса. Это момент, который мне не принадлежит. Мне принадлежат мои слова, мое тело, мои сиськи, но энергия не принадлежит. Но у меня ее дохренище, просто потому что я пришла, чтобы пробудить этой энергией вас. Если бы мы были на стадионе, я бы вас сейчас в танцах пробудила. Так могу только через коп. Поэтому я вас прошу, если для вас ценно важно, придите, попробуйте. Попробуйте хотя бы изменить свою жизнь. Попробуйте. Все настолько просто. Вы по-другому будете на все смотреть. Да, у вас может измениться очень многое в жизни. И будьте к этому готовы. Поменяются люди. Кого-то вы перестанете принимать, но подтянется новое. Вы создадите другую реальность. Ту, которую вы захотите. Если вы не хотите, то я не могу вам помочь. Вам сначала нужно захотеть. Захотеть за вас я не могу. Никак. Но остальное я могу вам помочь. Я могу вас взять за руку, я могу вас потрясти, я могу вас похлистать, я могу вас обнять, я могу с вами поплакать. Я много могу. Вопрос в том, хотите ли этого вы. Вот и все. Собственно. Давайте на этой прекрасной ноте я вас поблагодарю. Я вас жду на Рерайтере жизни. Мы стартуем завтра. Еще раз. Ссылка есть везде. Есть в актуальных сторис, есть не в актуальных сторис, есть у меня в директе, пожалуйста, лично, если вам надо. Есть у меня в шапке профил. Приходите и попробуйте. Вы можете попробовать. Вы можете, мать вашу, остаться даже не без Big Mac меню, а Double Cheeseburger меню, цена пробной версии марафона. Поголодайте один обед и дайте себе возможность. Вы, по крайней мере, поймете, для вас это или нет. В пробной версии дохренища всего. Вам будет много. Я постаралась. Там будет много видео. Там будет много мотивации. Там будет уже много ответов на ваши вопросы. Там будет много ценностей. Я не жадная. Я не жлоб. Я даю сильно больше, чем вы платите. Вы можете в этом убедиться. Мне очень важно, чтобы люди вокруг меня менялись. Я не хочу жить с людьми, которые всего боятся и которыми легко манипулировать. Я хочу, чтобы люди становились свободными. Я хочу, чтобы мы жили и использовали все блага мира. И нету ни хрена плохого, чтобы быть богатым. И нету ничего плохого в том, чтобы иметь все. Нету в этом ничего плохого. И все, кто говорят вам, что это не главное, что без этого можно, можно. Но хотите ли вы жить так, как те, кто об этом говорит? Люди, которые используют возможности, никогда вам не скажут, что это хреновая штука. Поверьте мне. Когда твой ребенок смотрит на тебя и говорит, мама, а как выглядит море, а ты не можешь его повезти? Вот это печалька. А у меня это было. Поэтому люблю, целую, жду. Все. Пока, пупсики. Продолжение следует.